Друзья, всем привет! Меня зовут Лиса, и вы находитесь на моем YouTube-канале, где я рассказываю про то, как развиваюсь на Marketplace. И сегодня мы с вами поговорим про повышение цены. Повышение цены – это такой способ антидемпинга в сравнении с большей частью селлеров, которые скорее цены снижают во время акций и вообще, в принципе, продают по очень низким ценам. Но давайте с вами очень коротко разберем, а почему снижение цены – это плохо. Смотрим. Вот, например, вы снижаете цену. P – это цена, прайс. Вы снижаете цену. К чему это ведет? Это ведет к тому, что у вас снижается маржинальность. Это логично. Если вы не изменили себестоимость, она снизится. Если снижается маржинальность, соответственно, снижается рентабельность по чистой прибыли. Давайте я просто напишу «чистая прибыль». Когда снижается чистая прибыль, собственник не очень этому рад, потому что от того же количества проданных единиц он получает меньшую чистую прибыль, что, в принципе, логично, что ему не нравится. И нам с вами, возможно, не нравится. Другой вариант. Если снижение цены ведет к тому, что у нас снижается возможность тратить больше денег на рекламу. То есть мы с вами, скорее всего, делаем меньше рекламы, соответственно, снижается трафик. И если у вас уже не разогнанная карточка товара, которая и так находится в топе, то у вас это еще может привести к снижению продаж. Снижению, давайте опять, выручки. REF – это revenue выручка. Снижается трафик, снижается выручка, несмотря на то, что вы цену снизили. Следующая причина. Вы, например, снизили цену. Так, ну, снижу цену, еще заодно снижу немножечко качество товара, потому что если вы, например, заказываете на какой-нибудь фабрике, то вы, в принципе, можете заказать похожий товар, просто немного меньшего качества. Снижение качества, увеличение негативных отзывов – конечно, это не очень все хорошо. То есть, в принципе, мы можем с вами сказать, что снижение цены может вести и к негативным последствиям тоже, не только к позитивным, несмотря на то, что, в принципе, когда цена снижается, у вас может увеличиться спрос на этот товар. Но увеличив спрос, не в факт, что мы продадим на ту же самую сумму с точки зрения чистой прибыли. Поэтому давайте с вами сейчас разберем, какие существуют способы увеличения цены, скажем так, с одной стороны, оправданные, и с другой стороны, неоправданные. Давайте еще раз с вами пропишем вот такую очень простую формулу. REF – это REVENGE, то есть ваша выручка, сумма заказов. Это цена товара, умноженная на количество. И мы с вами можем увеличить выручку за счет увеличения цены или увеличение количества проданных товаров. Нужно было желательно это написать вот тут, но неважно. Количество проданных товаров. И, соответственно, мы с вами сейчас будем говорить именно про увеличение цены. Как мы это можем сделать? Как я сказала, я придумала способы оправданные и неоправданные. Давайте начнем с оправданных. И самый, наверное, лучший способ, достаточно честный, будет заключаться в том, что вы будете работать над своим позиционированием и брендом. Позиционирование бренда. Позиционирование. И узнаваемость. Узнаваемость бренда. То есть мы работаем над брендом. Как можно над ним работать? Во-первых, ваш тот дизайн, тот стиль, то оформление карточек, тот уровень фотографий и так далее, он, конечно же, влияет на позиционирование и восприятие вашего бренда другими людьми. То есть людьми, которые заходят на ваш бренд, на ваши карточки товара. Соответственно, если вы красиво оформите ваш бренд так, чтобы его хотелось купить, ваши карточки товаров хотелось купить, и вы поработаете над узнаваемостью бренда. То есть будете делать просто таргетинг, внешнюю какую-то дополнительную рекламу для того, чтобы бренд знали и покупали именно, грубо говоря, ваш лонгслив, а не чей-то другой, несмотря на то, что они похожи. То есть здесь вы можете повысить цену за счет того, что бренд узнаваем, а люди за счет того, что они снижают неопределенность о том, какой товар они получат, потому что они знают, что бренд – это всегда какое-то обещание, некий промис, который делает бренд о качестве товара. То они с большей вероятностью ваш товар купят. Дальше. Какой вариант? Вы можете как-то изменить товар. Изменение. Изменение. Товара. Как можно изменить товар? Например, если у вас вообще есть возможность изменять, вы не закупаете товар, а его производите, либо самостоятельно, либо у кого-то, то вы можете, например, прочитать большое количество отзывов и понять, что этот товар можно каким-то образом улучшить так, чтобы люди его с большей вероятностью покупали. Например, в джинсах добавить какой-то дополнительный карман, либо к сумке дарить какую-то косметичку. В общем, что-нибудь, что можно улучшить, и за счет этого люди будут готовы платить премию. И давайте с вами посмотрим на неоправданные. Неоправданные способы. Кстати, я придумала, вот здесь я сейчас вам рассказала про два способа повышения цены, две причины повышения цены, которые вы можете транслировать клиенту. У себя в Телеграм-канале я расскажу еще про три. Так что обязательно переходите и подписывайтесь на меня в Телеграм-канале и, в принципе, на Ютубе тоже, конечно же. Давайте с вами посмотрим на неоправданные способы. Неоправданные способы – это неплохие способы. Это просто способы, которые вы узнали через аналитику. И я вам сейчас покажу, как. Мы с вами будем использовать два сервиса для примера. Первый сервис называется Voice. И что мы здесь можем сделать? Давайте нажмем на кнопку «Изучить заказы по поисковому запросу». Например, «Рюкзак». Смотрим. Здесь есть такая классная штука, которая называется «График изменения спроса в зависимости от изменения цены товара». И вот здесь мы с вами видим на графике все продажи от рюкзаков за последние 30 дней. Мы видим, как товар изменяется, так прибыль мы с вами уберем. И давайте посмотрим. Мы видим, что сумма заказов у нас максимальная в цене рюкзаков 1697 рублей, но также достаточно много заказов также в цене 2096 рублей. И вот есть еще один пик – 2850 рублей. И дальше мы видим, что у нас значительно спадает сумма заказов, и максимальная она вот где-то между вот этим пиком и вот этим пиком. В принципе, мы видим, что разница на целую тысячу рублей, даже больше. Соответственно, что мы можем сделать? Вы, если находитесь, например, в цене где-то ниже, то вы точно можете поднять до 1697, потому что по этой цене покупают максимальное количество товаров. Если вы находитесь примерно 1697, вы можете подняться до 2096. А если вы находитесь где-то здесь, то можете попробовать поднять до 2850 рублей. Просто посмотрите, какие товары продаются именно по этой цене, а как вы можете с ними конкурировать. То есть вот это я называю, грубо говоря, неоправданным повышением цены. То есть вы ее повышаете на основании того, что вы знаете, как изменяется спрос в зависимости от изменения цены, и можете с этим работать. Мы можем также включить заказы, но здесь, в принципе, все достаточно четко. Кстати, видите, что тоже интересно? Несмотря на то, что достаточно большое количество товаров продается в цене 651 рубль, но все равно максимальное по цене выше. То есть не все, что дешевле, продается в большем количестве. И давайте коротко посмотрим еще на MPStats. Здесь мы можем сделать такую же штуку. Это график того, как изменяется цена в зависимости от... как изменяется спрос в зависимости от изменения цены. Мы пойдем с вами на Wildberries, пойдем, например, в категорию. Например, пойдем в брюки и леггинсы. Посмотрим, как там изменяются цены. Ценовая сегментация. И что мы здесь видим? Мы здесь видим, что у нас максимальные продажи с точки зрения количества в цене 801 рубль, 854 рубля. И при этом максимальная выручка тоже именно в этом же ценовом сегменте. Но, в принципе, вы также могли бы поднять цену до 1201-1300 рублей. То есть опять нужно посмотреть, какие товары находятся именно вот здесь, а не вот здесь. Вот таким образом вы можете, в принципе, повышать и работать с вашими ценами не только в понижение, но также и в повышение. Вы еще раз можете работать над брендом, над изменением товара и над просто увеличением цены, потому что вы знаете, что спрос не уменьшится из-за того, что вы повысите цену. Друзья, спасибо большое, что были со мной. Обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, на мой Ютуб-канал, потому что я регулярно делаю интересный контент. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok